Здравствуйте, ребята! Мы сегодня вам покажем наши покупочки. Поехали! Вот такой вот копчек, мемо. Ложка. Коробка. Здесь инструкция в наборе. И детальки. Карточки, да? Карточки, да. Здесь есть карточки. Чего? Есть карточки. Ковчега, животные. Потопа самого, да? Да. И животные по парам. Вот это потоп, животные и ковчег. В общем, суть в том, что нужно собрать пары животных, как обычно мема, да, то есть одинаковых запоминать, то есть они кладутся вот так вот вниз. Картинкой, рубашкой вверх. И нужно собрать пары животных и собрать ковчег, и чтобы не успел затопить всех потоп. В какой-то момент, если там может случиться потоп, и всех затопит, и все проиграют. Так, покажи карточки. Вот, первая карточка. Вторая карточка. Вторая карточка, милая, что лисички тоже здесь. Сейчас достанем, чтобы поиграем сегодня. Вообще, давно хотели мы какую-то игру с ковчегом, потому что это единственная библейская тематика, на которую делают игры. Вот, вы знаете, что мы христиане, мы у нас библейские занятия с Василисой, и я ничего не могла найти удачного. И вот, в итоге мне подсказали девочки на телеграм-канале, что вот есть такая игра ковчег-мема. Василиса любит мемы, тут уже говорила вам. И здесь, ну, то, что необычные правила, не просто искать, как бы, одинаковых, да, запоминать, где какая лежит. Тут еще может случиться потоп, и еще и ковчег все вместе собираем. В общем, классно. Так. Еще вот такая вот книжечка, да. Как она называется? Загадки волшебного. Замка. Загадки волшебного замка. Такая вот обложечка. Волшебная палочка-фонарик. Волшебная палочка-фонарик. И как здесь играть нужно? Смотри, Василисочка. Вот сюда вот ты фонарик. Тут выполнять задание, видишь, можно читать теперь. Как волшебную палочку. Я, Коля. Да. И так на каждую страничку. Тут задание нужно выполнять. Вот тут на каждую страничку задание. И опять засовывай волшебную палочку. И подсвечивай разные участки. Не получается подсвечивать. Ты не туда засунула. Вот сюда нужно. Вот сюда? Угу. Под пленочку. Вот, видишь, подсвечиваешь разные участки. Тут будем читать задания. И выполнять. Как фонариком. Так их было не видно, когда волшебной палочки нет. Видишь, их не видно. А ты подсвечиваешь и становится видно. Такое волшебство. Какие там еще странички есть? Ты вот так, смотри. Переворачиваешь пленочку и еще черный фон. И здесь задание. И здесь следующая страничка, которая тоже подсвечивает. Ну все, будем читать и выполнять. О, отрисовала у нее. Да. А ее не было видно, видишь? Видишь, не было видно. Опа, стало видно. Классно? Паук, да. И сова, еще одна сова. Сова, сова. Опять ты пленочку и черный фон переворачиваешь. Так, здесь какие-то гномики, да? Давай посмотрим за гномиками. Видишь, у них здесь кухня, супчик с грибами. А это что-то задремало, да? Да, наелась, наверное, затремала, так. Здесь еще страничка. Классно, что она на пружинках. Ой, здесь смотри, кто здесь? Подожди, вот. Ну-ка, мне кажется, это тебе понравится. Генарошка, да? Угу, Феечка. А это кто еще такой? Мне кажется, это твоя любимая страничка будет, да? Так, давай долистаем с тобой, посмотрим, кто там еще есть. Да, здесь тоже, видишь, единорожки. Давай посмотрим. Да. Мне кажется, это мне тоже зайдет. О, а это кто тут сидит? Моги! Вот я об этом и говорю. Ай-яй-яй! Лягушка. Так, и это последняя страничка, да. В общем, классная динозавр, дракончик даже есть. Классная штука. Значит, хотели ее, вообще она идет от Сима Лэнда, мы заказали на зоне. Буква Лэнд. Используй волшебную палочку. Вот такие вот у нас были покупочки. Давно мы хотели ковчег, давно хотели вот такую вот штуку с фонариком. Василиса есть подобное, там, правда, красная лупа, и тоже ей подводишь. Без нее не видно, а лупу подносишь, становится видно картинку. Все любит такое. Да, пока-пока, ребят. Всем хороших занимашек. Пока-пока, всем хороших занимашек.